Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа. Я рад приветствовать всех вас на открытии традиционного международного авиационно-космического салона. В этом году у Макса юбилей. Он начал свою работу еще в далеком 1992 году. И в этом году отмечает свое 25-летие. Мы знаем, что это признание, а безусловно признание состоялось, пришло не сразу. А в результате настойчивости, таланта его организаторов, всемирной поддержки государства, Макс действительно вышел на высокий уровень. Стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники. Развитие авиации и освоение космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать, это значимая часть нашей общей культуры. А история отечественной космонавтики и авиастроения предмет общенациональной гордости. И по праву, как и величайшие достижения таких выдающихся конструкторов, как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. И наша сегодняшняя задача – продолжать заложенные ими традиции. В ближайшие несколько дней здесь, в Подмосковном Жуковском, будет развернута обширная экспозиция. В своей разработке представят ведущие российские и иностранные компании. Пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли. Запланирован целый ряд переговоров и подписания крупных контрактов. Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренней и на зарубежные рынки. У нас есть, что предложить. За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка. Проведена серьезная модернизация мощностей. Реализуются проекты по созданию новой конкурентноспособной гражданской техники. В их числе вертолет К-62, магистральный лайнер МС-21. Отмечу также, что у нас по-прежнему сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере. Потенциал этих отраслей будет укрепляться и в дальнейшем. И, конечно, несколько слов об одной из самых зрелищных традиций МАКСа – насыщенной летной программе. В ней участвуют лучшие пилотажные группы страны и мира, чье мастерство вызывает уважение и, без всякого преувеличения, восхищение. Поздравляю Международный авиакосмический салон с юбилеем. Желаю участникам плодотворной работы, а гостям – хорошей погоды и ярких впечатлений. Благодарю вас за внимание. У нас есть, что предложить. За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка. Проведена серьезная модернизация мощностей. Реализуются проекты по созданию новой конкурентоспособной гражданской техники. В их числе вертолет К-62, магистральный лайнер МС-21. Отмечу также, что у нас по-прежнему сильные позиции в военном. Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа. Я рад приветствовать всех вас на открытии традиционного международного авиационно-космического салона. В этом году у Макса юбилей. Он начал свою работу еще в далеком 1992 году. И в этом году отмечает свое 25-летие. Мы знаем наши общие культуры. А история отечественной космонавтики и авиастроения – предмет общенациональной гордости. И по праву, как и величайшие достижения таких выдающихся конструкторов, как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. И наша сегодняшняя задача – продолжать заложенные ими традиции. В ближайшие несколько дней здесь, в подмосковном Жуковском, будет развернута обширная эксплуатация. Что это признание, а безусловно признание состоялось, пришло не сразу. А в результате настойчивости, таланта его организаторов, всемирной поддержки государства, Макс действительно вышел на высокий уровень. Стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники. Развитие авиации и освоение космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать, это значимая часть позиции. В своей разработке представят ведущие российские и иностранные компании. Пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли. Запланирован целый ряд переговоров и подписания крупных контрактов. Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренней и на зарубежные рынки.